Здравствуйте! В эфире программа «Попутчик – гость в студии». Сегодня мы хотим пообщаться об проблемных автомобилях, о тех, которые доставляют владельцу головную боль не только сломавшимися деталями подвески и неработающим двигателем, а в первую очередь самим принципом существования этого автомобиля у владельца. Этот автомобиль ищет таможню, ищет пожарные, ищет милиция. И эти автомобили называются проблемными. Сегодня наш гость в студии Виктор Травин, человек, который посвятил свою профессиональную жизнь решению таких вопросов и выяснению, кто же прав, кто виноват в этой ситуации. Что хотелось бы услышать от вас? В вашей истории были ли у вас такие автомобили, которые называются проблемными, с которыми вы испытывали проблемы при постановке на учет, снятии с учета и просто при эксплуатации этих автомобилей? Звоните нам в студию, мы попробуем определиться с тем, что же это было и как вообще в таких случаях надо поступать. Вообще, нашу программу можно как-то обозвать, сегодняшний наш разговор это легализация автомобилей. Само слово легализация окрашено такой негативной экспрессией. Легализация в сознании людей это такая попытка законно пользоваться незаконно нажитым положением, имуществом, чем-то еще. И естественно, к легализации отношение такое в обществе, что легализация это что-то вот такое, до тех пор, пока сам человек не попадает в ситуацию того, кто пытается легализовать то, что вроде как у него должно быть по праву, во всяком случае он заплатил деньги, никого не обманул и тем не менее этим пользоваться не может. Вот вопрос легализации, широкий достаточно вопрос, как вы к нему относитесь? Это большая часть вашей юридической практики? Более чем. Давайте, во-первых, вспомним, что в конце 80-х годов в одной только Москве в день похищалось примерно 100-120 транспортных средств, мотоциклов и, ну, за исключением, может быть, только трамваев. Потом все эти автомобили всплыли не только в Москве, но и в регионах России, и цифра их перевалила за такую астрономическую, что называть ее просто даже страшно. Вот должна речь идти нервной легализации транспортных средств не в том случае, когда мы с вами стали, не дай бог, конечно, даже на себе не показываем собственником такого транспортного средства, и потом выяснилось, что оно числится среди похищенных. Легализация, наверное, все-таки имеется в виду как понятие в том смысле, что первично после похищения этой машины она была, как мы говорим про деньги, деньги от мыра, так была легализована эта машина путем постановки ее на учет, естественно, криминальным способом, естественно, при наличии криминальных документов, как правило, это поддельный паспорт транспортного средства. Ну, там есть даже терминалы такие, перемытые там. Да, перемытые, перемытые, совершенно верно, да. Поэтому я бы говорил бы о легализации транспортных средств в какой-то промежуток времени сразу после их хищения. Все остальное уже легализацией не является, поскольку дальше уже все последующие собственники этих машин, это, как мне представляют, все-таки добросовестные приобретатели. И здесь уже, наверное, вряд ли идет речь о легализации таких машин, потому что она уже легализована. Так вот, что обидно, как раз вот эти собственники транспортных средств, которые оказываются крайними, они же крайними и оказываются. Ну да, да. Они же крайними оказываются, потому что была какая-то счастливая жизнь этой машины на территории страны. Но с тех пор, как ее похитили, каким-то образом на ней появились документы, номера. Вот она переходит из рук в руки, и на каком-то этапе возникает затык. Жила, 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 и вдруг стоп. Нет, просто на каком-то этапе появляется глазастый инспектор ДПС. Да, да, да. Вот он решил прекратить счастливую жизнь этой машины. Да, или инспектор мототрейер при похождении техосмотра. Это основные способы сегодня обнаружения похищенных транспортных средств. Довольно примитивные, обратите внимание, на дороге инспектор ДПС проверяет, да, при свете фонаря под забором. Сотрудник мототрейер проверяет при проведении техосмотра, но это уже более основательно. И по большому счету иных способов розыска транспортных средств сегодня нет. Поэтому жизнь такой машины может продолжаться по нашей практике и не год, и не два, а порой даже и лет десять. И лет десять даже. За это время машина меняет, ну если не десяток собственников, но хотя бы как минимум трех-четырех. И проходят техосмотры, совершая срегистрационные действия, и никто не видит, что участие этой машины печально на самом деле. Серьезный, серьезный такой момент. И тем не менее, как мы можем называть тогда вот эти вот автомобили? Вот человек купил эту машину, честный приобретатель, не зная о том, что там происходит дальше. И какой-то глазастый сотрудник ДПС. Давайте договоримся, чтобы мы называем тех машины с криминальным прошлым. С криминальным прошлым. С криминальным прошлым. И как вот назвать тогда попытку владельца последнего машины с криминальным прошлым все-таки вернуть себе право ездить на этой машине? Это не легализация, а что это такое? Видели, в чем дело? У нас в соответствии с 35-й статьей Конституции, главный закон, мы не можем к нему не прибегнуть, гласит, что каждый вправе пользоваться, владеть и распоряжаться, приближающим ему имуществом. Если не доказано, что мы машину похитили, если не доказано, что мы лично изменили на ней маркировочное обозначение, попадили на документы, поставили на учет, то есть если не доказано, что мы во всем в этом виноваты, то мы признаемся добросовестным приобретателем. Стало быть, если мы добросовестны, если мы за машину заплатили деньги, купили ее законным путем, значит, стало быть, мы вправе с еею пользоваться, владеть и распоряжаться. Мы в данном случае законопослушный гражданин, добросовестный приобретатель, но при этом жертва этой ситуации. Что делать этим жертвам? Практически ничего. Самое страшное в том, что у нас есть 711 указ президента Российской Федерации, утвердивший положение ГИБДД, в котором, если не ошибаюсь, статья 12 пункт Ж, сказано, что сотрудники милиции вправе. Кстати, обратите внимание, очень интересная тонкость. Мне нравится формулировка этого вопроса. Вправе отказать. Там есть одна глава, по-моему, 11 обязанности сотрудников ГИБДД, а 12 глава или 12 статья говорит о праве. Я всегда говорю сотрудникам милиции, говорю, почему вы так рьяно пользуетесь этим правом. Ведь что такое право? Право это могу или не могу, хочу или не хочу. Это же не обязанность. Когда обязанность, 11 статья предусмотрена, спору нет. Если обязанность, значит не делайте. А это же ваше право. То есть подойдите в каждом конкретном случае, в каждом конкретном, индивидуально, если на машину никто не претендует, если не объявился ее прежний собственник. Или, скажем, после экспертизы невозможно установить первичные обозначения, маркировочные. А раз невозможно установить, значит невозможно найти, чья это машина. На машину никто не заявляет свои имущественные права. Но в конце концов рассмотрите вопрос о том, чтобы эта машина осталась у того, у кого она есть. Нет, говорит ГАИ, для нас понятие расплывчатое, имеем право, хуже, чем приказ обязанным. Ну, мне кажется, это немножко, так сказать, кривление душой. Практика именно такая, да. Кривление, это кривляние, скорее всего, даже не душой. Кривляние, потому что для нас это хуже, чем если можно было бы. На мой взгляд, когда у нас в стране говорится о том, что кто-то, какой-то исполнитель в этой длинной цепочке, имеет право решить этот вопрос так или решить этот вопрос иначе, на мой взгляд, это уже как бы зерно, от которого могут идти всякие правонарушения. Да, совершенно верно. Потому что об этом праве вспоминаешь тогда, когда есть разные побудители. Поступить так или поступить иначе. Зачем тогда людям давать в руки вот это вот оружие, меч, который можно делить на правых и виноватых? По идее, этот вопрос должен быть решен где-то выше. И чем меньше у нас вот таких вот возможностей, ну, по идее, вот это право, да, оно же не говорит о машинах вообще ничего. Вы можете сделать с этой машиной так или иначе. Можете. Никаких условий, при которых наступает вот этот случай там права или вот этот случай права, там не описано. По идее, надо было бы расширить тогда отдельной там статьей или книжкой. В каких случаях это право соблюдается, в каких нет. Тайный смысл этой статьи, статьи 12 пункта Жим, в том, чтобы, насколько я помню из разговоров с авторами вот этих вот поправок в этот указ президента, в том, чтобы не только не дать легализовать транспортное средство, ну, хотя мы уже не говорим о легализации, если оно уже было легализовано, не только не дать поставить его на учет, когда обнаружено, что транспортное средство криминальное, а еще и в том, чтобы в дальнейшем подобная практика не повторялась в отношении других машин. И самое главное, чтобы в этой ситуации собственник машины сохранил эту машину для будущих поколений. Вот что очень важно. Именно такая хорошая фраза прозвучала для будущих поколений. То есть, если придет тот наследник, скажем, прежнего владельца этой машины и скажет, мой дедушка умер, но эта машина принадлежала ему, я вступаю в право наследования, или даже, скажем, сам прежний собственник, который этой машиной владел, но она у него была похищена, он приходит и говорит, эта машинка моя, значит, будьте любезны мне ее отдайте. И, соответственно, по решению суда такую машину ему обязаны вернуть. Так вот здесь получается какой-нибудь любопытный момент. Машину-то ему вернут, но при этом, обратите внимание, а если машину не поставят на учет, тогда даже неизвестно будет, где ее искать. Вот отказывая с решением регистрационных действий, поставки такой машины на учет, они вынуждают вот этим вот указом президента, его авторы, вынуждают нынешние владельцы этой машины разобрать ее на запчасти. Имитировать, в конце концов, даже страховой случай, например. Такие ситуации тоже известны. Когда якобы машина сгорела в лесу, разобрана на запчасти и распродана. То есть главная идея этой статьи сохранить машину или для наследников, или же для тех, у кого она похищена, она на самом деле не работает. Потому что когда машина зарегистрирована, ее хотя бы можно потом найти. Известно, где она. Есть примерное представление о том, какая ее судьба, кто тот человек, который может знать. Кто ей владеет. А когда отказывают регистрацию, люди чаще всего или сбрасывают ее в помойку, или же просто они ее разбирают на запчасти. То есть главная идея сохранить для потомков или для того, кого похищена, она, по сути дела, при этом не работает. Не работает, не работает. Мне кажется, мы тут заигрались историческим наследием. Есть какие-то вещи, которые можно сохранить. Квартиры год от года дешевле не становятся. Но машина даже, в том случае, если она просто ездит честно, человек ее где-то держит, она год от года становится все хуже, хуже, хуже и хуже. Да он хотя бы следит за ней, когда она не ездит. Хотя бы. Хотя бы, да. Но тем не менее, она все равно становится хуже, хуже и хуже. А мы говорим о том, что это надо вернуть владельцу, который... Но почему, если владелец претендует на эту машину, почему бы ее не вернуть? Нет, ради бога, конечно, если есть. Другое дело, что когда именно отказывают регистрации, вот тогда эта машина стоит во дворе, как я говорю, в ней хорошо хранить картошку. Эту машину бьют, колотят, она никому не нужна. Так в чем же идея сохранения этой машины? Если при таких условиях сохранить ее, уж тем более невозможно. Нет, но если мы говорим о том, что первичные какие-то маркировочные данные этой машины определены, можно искать владельца этой машины, которую не взявил. Это один случай, а когда эта машина просто не проходит, потому что здесь что-то изменено, что-то нарушено или что-то еще. Но при этом никто не может сказать, что это вообще первоначально была за машина. Какому владельцу мы ее хотим потом вернуть? Так в таком случае тем более зарегистрировать, если никто не претендует на нее. Почему же при этом два пострадавших должна быть? Один, у которого машину похитили, и второй тот, который машину купил. Чтобы, наверное, как-то поднимать волну народного недовольства такими процессами, как угона автомобиля, хищение автомобиля. Или что-то еще. Но тем не менее, люди, которые покупают эти автомобили, наверное, страдают по нескольким позициям. Не так давно у нас появилось такое сообщение о том, что Конституционный суд решил разобраться, наконец, с проблемой таможенных автомобилей. Те, которые были там растаможены не так, или просто не растаможены, что сейчас их владельцы могут на что-то претендовать. Я искал какие-то ссылки на вот это вот распоряжение, смотрел, ну, не буду врать, я не потратил на это несколько дней своей жизни. Искал периодически. Нигде ничего нет. Но тем не менее, люди говорят, что сейчас появилась такая возможность, автомобиль, которому есть таможенные претензии, его очистить от этих претензий, и ездить на нем спокойно. Можете пояснить эту ситуацию? Витя, дело в том, что, в соответствии с таможенным кодексом, очистить автомобиль, как вы говорите, от претензий, можно было всегда. Государство будет счастливо, если вы явитесь, может быть, даже добровольно, и заплатите таможенные платежи за нерастаможенные автомобили. Я помню, это году в 2003, если не в 2002, появилось такое распоряжение, что владелец такого автомобиля, мы даем ему право заплатить нам таможенные платежи. Такое право было всегда. Другое дело, что освобождался от административной ответственности за пользование транспортным средством, непрошедшим таможенную очистку. Особождался всего лишь от мизерного штрафа. Поэтому, если возвращаться к Конституционному суду, наверное, нужно говорить о другом, что принципиально суд-то ведь ничего не решил. Суд сказал одно, что если раньше транспортное средство, нерастаможенное, задерживалось у последнего его владельца, у последнего собственника, и помещалось на склад временного охранения, удовольствие охранения, которое стоило сумасшедших денег, то теперь задерживать, то есть конфисковывать транспортное средство, нерастаможенное таможнее не имеет права. Оно все равно будет стать мертвым грузом. Но все равно, как бы ездить на этом автомобиле, все равно нельзя. Разумеется, нет, потому что чаще всего транспортные средства такие приходят с поддельными паспортами транспортного средства. Опять-таки, возвращаемся к указу президента в 2011-й, поддельный ПТС, но о какой регистрации может идти речь. То есть, при условии, если вы растаможите, возможно, в судебном порядке добиться решения о легализации, возможно, добиться решения об установке такой машинного учета, с из-за тем, что перед государством в плане таможни у нас уже все проблемы разрешены. — То есть, другим словом, это ничего не решает вообще, потому что, как мне виделось... — Нет, просто машина будет стоять не в таможне, машина будет стоять у вас. Нельзя конфисковывать. — Нет, просто как мне виделся вот этот указ, да, это как признание государством того, что есть люди, которые просто были обмануты. Купили эту машину за честные какие-то деньги большие, ну, соответствующие цене этой машины. И государство сейчас признает, что в силу тех или иных причин у нас в стране, возможно, такая ситуация, когда нового покупателя могут обмануть с историей этого автомобиля. — Он покупает, не зная, начинает пользоваться, узнает, и вот тут он имеет право просто прийти и сказать, «Вы знаете, я не знал, да, вот я как раз вот из этих людей, про которых указ». — А может, даже и знал, но это нужно доказать, что можно. — Нет, может быть, даже и знал. У нас проблема в чем, что если мы подозреваем, что вот из этих десяти человек двое могут знать, значит, мы всем им поставим преграды на пути там пользования своим имуществом. — Формально выходит так. — Это же не способ. Есть же другие, наверное, какие-то способы. — Других нет. Есть несколько интересных прецедентов решений судов, обязывающих мототрейр зарегистрировать транспортные средства. Решения судов совершенно замечательные, прекрасно обоснованные, мотивированные. Судьи замечательно, прекрасно понимают, что человеку деваться некуда. Он машину покупал, он законопослушный гражданин, добросовестный приобретатель, деньги заплачены, он собственник, значит, ГАИ обязаны зарегистрировать машину. И таких решений судов у нас есть несколько, и причем, заметьте, какая интересная тенденция. Чем дальше от Москвы, тем таких решений почему-то судов больше, не потому что меньше, обращаются. Обращаются примерно везде пропорционально одинаково. Видимо, там другой менталитет или другие установки местных органов власти или органов ОВД. Но самое интересное, что практически ни одно такое решение суда не дошло до исполнения. Потому что, естественно, ГАИ обращается в прокуратуру, прокуратура вносит протест на такие решения суда, и, естественно, его отменяют. Это все в суде протестовывается? Разумеется, конечно. Опять-таки, ГАИ говорит, мы не хотим создавать прецедентов легализации похищенных транспортных средств. Поэтому даже на каждое решение суда у нас будет 2, 3, 10 своих протестов, по которым это решение будет отменено. То есть, если кто-то сегодня добился такого решения в суде, это еще не повод радоваться. Даже если он смог его легализовать, ну, опять же, если он смог заставить ГАИ или не заставить, а если он смог просто получить возможность ездить на этой машине без ограничений. Если говорить о Москве, маловероятно, чем дальше от Москвы, там, где особенно дедушка зампред суда, бабушка зампрокурора области, там такие вопросы решаются гораздо быстрее. И, как правило, там никто не протестовывает такие решения. Как правило. Ну, еще раз говорю, чем ближе к Москве, вот здесь надо отдать должное, хотя, опять-таки, хорошо летает еще вопрос, но все-таки отдадим должное. Здесь строго стоят на страже вот этих вот мифических интересов собственника, органов внутренних дел Москвы и области. Мифических интересов собственника? Последнего собственника вы имеете в виду? Ну, конечно, первого собственника мифические интересы. Нет, ну, если мы говорим про таможню, здесь вообще нет никакого собственника. Получается, вот тот собственник, у которого эта машина была куплена где-то там в Германии, в Америке, в Японии, он вообще никаких претензий не имеет. Тогда мы говорим, мы деремся к государству. Ну, мы уж как немножко перечли, по-моему, так, подспутно к теме именно похищенных машин. Нет, ну, похищенных, я думаю, мы вернемся попозже. Просто сначала эту тему рассмотреть таможенные автомобили никто не претендует, кроме государства. Кроме государства, да, есть человек, который ездит на этой машине и вдруг перестал, вдруг его остановили, сказали, ну, что же ты, вот машина твоя не растаможенная. Не, хорошо. И при этом есть вообще какой-то интересный случай, как эти автомобили обнаруживаются. Есть, ездят автомобили сотрудников ГАИ с неким компьютером, который стоит у пассажира там или у штурмана, и они забивают в базу проезжающие номера, впереди проезжающие номера автомобилей. Узнать такие автомобили, ну, как бы они не имеют какой-то там принадлежности, едет обычный автомобиль сотрудников ДПС. Иногда присматриваешь, смотришь, сидит штурман, на месте штурмана, кто там вбивает что-то, понимаешь, что они сканируют там пространство впереди и ищут там тех, кому можно задать вопросы. Более того, есть такая интересная система поисковая, работает она в Москве и уже немножечко в области, которая просто сканирует все проезжающие номера транспортные средства, поток, да, и заносит тут же базу, а база данных выдает информацию тормозить машину. Да, 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 мы не так давно в одной из передач беседовали с человеком, который вот как раз как бизнес в прошлом своем имел угон автомобилей, вот он согласился пообщаться на эту тему. Мы с ним расспрашивали как раз вот по поводу системы потока М, насколько страшно вот для вас, там, как для угонщика, пусть и для бывшего, да, вот эта вот система. Человек сказал, что абсолютно не страшно, вот кому она страшна, так это вот людям, которые, у которых на машины наложены какие-то там штрафные санкции со стороны судебных исполнителей, со стороны таможенных вещей, а вот для самих угонщиков вот эта система, она не представляет никакой угрозы абсолютно. Почему? Потому что либо эта машина покидает город Москву еще тогда, когда эта машина не обнаружится, либо она вообще не покидает Москву, либо она покидает Москву на номерах такого же автомобиля по марке и по цвету. При этом она проезжая мимо, Ауди или BMW какой-то черного цвета, снимаются номера или изготавливаются похожие номера машины, на этих номерах покидает Москву, поток М не реагирует на них, не регистрирует эти автомобили, как угнанные. А на кого эта система работает, это как раз на последних, на последующих. Ну, опять-таки, возвращаемся к тому, что на тех, кто меньше всего виноват в том, что у него машина. Да, ну, допустим, купил автомобиль, поставил ее на учет, автомобиль пришел из Белоруссии, туда отправляется запрос, ответ отрицательный, такая машина у нас никогда не стояла. В итоге, в догонку уже владельцу посылается указ о том, что эта машина в розыске. Вот он покидает город Москву или проезжает где-то мимо такой машины, мимо камеры этих. И здесь вот как раз сирена, тревога, пожар, ловите, ловят. Кстати говоря, ни один таможенник никогда, ни разу не смог ответить мне на вопрос, почему машины оказываются в таможенной базе розыска через два, через три или через пять лет. Ни один сотрудник таможни не смог ответить. Чтобы можно было за это время успеть что-то сделать. Я помню еще вот по вашей беседе в прямом эфире с господином Нагайцевым, тогда очень шла такая тема профессиональная покупка, профессиональный покупатель. Я предлагаю посмотреть сюжет как раз на тему, как покупаются автомобили и на что нужно обращать внимание. Смотрим сюжет. Это вот рынок, это вот как раз, наверное, пример того, как непрофессионально можно покупать автомобили. Потому что у нас рынки там Люберецкий в Москве или вот этот рынок, который здесь есть, это рынок, это то место, где как раз эти машины и отмываются, где вот они там находят своих покупателей. И против чего возражают все люди, которые говорят о профессиональной покупке, что не покупайте машину на рынке. Если вы покупаете машину на рынке, будьте готовы к тому, что вы покупаете, скорее всего, проблемную машину, перебитую, нерастаможенную или еще что-то. Вот как относиться к таким заявлениям? Действительно не ходить на рынок, не покупать машину там себе? Нет, в этом плане, наверное, самое страшное, это Люберецкий рынок. И не знаю, честно говоря, другого такого криминального рынка, как Люберецкий. По-моему, риск купить полетную машину именно там гораздо выше, чем на других рынках. Я думаю, что, наверное, есть смысл покупать все-таки машину не на рынках, а в автосалонах, поскольку с автосалона хотя бы есть по тому, что спросить. Если автосалон принимал машину на комиссию, переоформлял, то по закону защитить прав потребителя, он несет какую-то ответственность. Все же покупают машину у салона, а не у того, кто был. А если на Люберецком рынке какой-нибудь дядя Вася в матросской тельняшке разухабистой с гармошкой говорит, что я всего лишь продавец, я не собственник, я представляю интересы собственника, тем более такой машине нужно бежать. Мы не знаем хозяина, мы его не видим. Возможно, что вполне его и вообще нет. Машинка украдена по левой доверенности. Интересная получается ситуация. Вот вы, как человек, разбирающийся в праве, на гайцах тот же, который выступал со стороны правозащитников, ну не правозащитников, а вот защитников интересов государства, что мы там нет, мы вот ни в коем случае. Все говорят, что рынок это способ быть обманутым. Почему же тогда существует такое место, на вполне законных основаниях существует такое место, где есть риск быть обманутым? Может быть тогда начать чуть раньше, если людей там обманывают, если все предостерегают от того, что не покупайте там машины. Почему же есть такое место? Почему оно существует вот в тех рамках, в которых оно сейчас существует? Видимо, это кому-то выгодно. Как можно такие места создавать, а потом людей говорят, ну что же вы хотите, вы купили автомобиль? Видите, в чем дело, это место не создавали специально для того, чтобы извлекать из него какую-то криминальную выгоду. Его создавали для того, чтобы удовлетворить потребности желающих приобрести автомобиль. А просто такие вот места, мы говорим в том числе о Люберецком рынке, наверное, со временем стали криминальными. Так вот, тот факт, что никто этот рынок не пытается разогнать и перевести в чувство, наверное, есть подтверждение того, что это кому-то выгодно. Господин Нагайцев, упомянутый вами, очень правильно сказал в свое время, я приезжаю на Люберецкий рынок как профессиональный эксперт. Я хожу по машинам, я невооруженным глазом вижу, что практически все эти машины можно собрать в кучу и сразу отвезти нам на экспертизу, потому что будет с чем работать. Вот, человек говорит об этом, но машины есть, рынок есть, и мы сейчас делаем все, чтобы поставить мощный заслон. Но не мы, а государство делает все, чтобы поставить мощный заслон на пути таких автомобилей. Но тем не менее, что проще, вот есть Люберецкий рынок, давайте продавать эти машины вот на том же рынке по таким условиям. Да, вы ставите эту машину, на продажу мы вам не ставим никаких препятствий на пути этой машины, но эта машина должна пройти проверку. Если вы хотите ее продать, то вот эта проверка, она будет за счет вас, как продавца. Она и проходит проверку. А что толку-то? Ну, проходит она проверку. Тогда господин Нагайцев так говорил, что он видит там каждый второй, каждый третий автомобиль, что они проблемные. Видите ли, в чем дело? Уголовную ответственность в соответствии с законом за результаты своей экспертизы несет эксперт. Вот если эксперт увидел маркировочные обозначения в машине измененные, а пишет в заключении, что они не подвергались изменению, вот здесь возможно возбуждение уголовного дела в отношении эксперта. Что делают у нас эксперты при комиссионных переоформлениях, при магазинах? Это, как правило, уже не экспертиза, потому что экспертиза проводится в рамках возбужденного уголовного дела. Они ответственность ни за что не несут. Я не исключаю только возможности, что некоторые так называемые эксперты или лжеэксперты, зная, что они ни за что не отвечают, наверное, заведомо выдают положительное заключение, потому что машина не подвергалась никаким вмешательствам со стороны. Наверное, не бесплатно. Но это мы вправе только предполагать. Получается тупиковая ситуация, поскольку сложно решить этот вопрос. Не то, что его нельзя решить, его же можно решить этот вопрос, но сложно. Поэтому у нас возникает ситуация, что вы покупаете, рынок есть, поскольку мы не забираем лицензию, мы не пытаемся каким-то образом наехать, если говорить таким языком, с точки зрения закона на этот рынок. Языком бибережского рынка. Да, мы не пытаемся закрыть или каким-то образом проверить его деятельность. Покупайте, ради бога, но потом, когда вы купили машину, у нас уже к вам будут претензии. На бибережский рынок у нас не хватило желания, мощи, разбираться с ним. Мы будем разбираться с вами. С нами проще, мы здесь под рукой. А кого надо искать? Надо искать по цепочке того, кто машину похитил и легализовал. По цепочке нужно находить того, кто эту машину поставил на учет. Естественно, сотрудник Мототрейда. Вы же прекрасно понимаете, что никакая преступная группировка, которая вознамерилась заняться похищением транспортных средств, она ведь не начнет этим заниматься до тех пор, пока не решит самый главный вопрос. А кто будет в органах Мототрейд, какой лейтенант, капитан или майор помогать в легализации, то есть в регистрации этих транспортных средств? Может создаться вся цепочка. Прекрасные угонщики. Великолепные кустари и одиночки. Исполнители. Но если нет того, кто будет ставить на учет, ни одна преступная группировка в большинстве своем не станет заниматься этим, пока нет возможности машину легализовать. Насколько я себе понимал, этот бизнес от угона до постановки, он хоть можно и говорит, что это некая организованная среда преступная. Тем не менее, это разные люди, которые угоняют, которые продают автомобиль дальше. Чаще всего друг друга даже не знающие. Не знающие, да. То есть кто-то, кто угоняет, он знает, что где-то есть на следующем этапе сбыт автомобилей для кустарей, которые там что-то перебивают, переделывают. Те, в свою очередь, кому-то еще там все это отдают. Более того, знаменитая история с обнаружением, похищенной у Виктора Мерешко, известного кинорежиссера машины Volkswagen Golf, она протекала вообще довольно любопытно, сам процесс розыска, когда машина была обнаружена, выяснилось, что она зарегистрирована за неким господином, проживающим в Москве на Литовском бульваре. Когда к нему опера ворвались в квартиру, они поняли, при этом они еще имели перед глазами списочек, из которого следовало, что этого господина не только числится автомобиль господина Мерешко, у этого же господина за душой Volkswagen, Cadillac, Mercedes и еще парочку машин, о которых можно только мечтать. Когда оперативники ворвались к нему в квартиру, они увидели этого бедного господина Ка, не будем называть его фамилию, сидящего на ящике из подводки. Кругом стояли пустые бутылки и больше ничего. Когда начали трясти его, спрашивали, где же имущество твое четырехколесное, дорогое, он очень с трудом вспоминал, что у него какие-то машины были. Потом выяснилось, когда ему налили, он пришел немножко в себя, напохмелился, он сказал, я обычно отдаю за 100 долларов свой паспорт. Ну и таким образом он вывел на тех, кому же он отдает свой паспорт. Он узнал еще координаты этих людей? Слава богу, хотя бы поехали, он, кстати говоря, не сразу вспомнил, пришлось ехать в нотариальную контору, он хотя бы вспомнил, где была нотариальная контора. И в нотариальной конторе уже по архивам удалось восстановить, кому он выдавал доверенности на свою машину. Вот вам я просто добавляю в цепочку, о которой мы с вами говорим, еще одного человека, и что очень важно, просто лишний раз подтверждая мысль о том, что в этой цепочке, как правило, мало кто друг друга знает, вот вам пример с этим уважаемым господином Ка. Он не помнит и даже в глаза не видел, может быть, а уж по имени тем более, не знает, как звали тех, кто брал у него паспорт, платил 100 долларов, чтобы он зарегистрировал машину на свое имя, а потом по доверенности нотариальной конторе в Бутово передал эту машину дальше. Но оказалось, что после полбутылки водки он многое начал вспоминать. Это вот редкий случай, когда нам помогло именно 150 по 3 раза. Редкий случай, потому что люди как-то не подумали об этом, о том, что есть вот такой вот исполнитель. Потому что, как правило, все, что касается угнанных автомобилей, даже под приход владельца в милицию, со словами, вот у меня угнали автомобиль, давайте я зарегистрирую. Ко всему этому относятся, как к некому. Ну, давай, раз уж такие правила регистрирую, хотя понятно, что ничего мы тебя не найдем, ничего не сделаем. Но, опять же, это вопрос автомобилей, которые у нас такую вот свою печальную карьеру начали похищены. Есть же автомобили, которые к нам уже в Россию приехали с такой вот предысторией. Похищенные где-то в Европе. Грубо говоря, те, которые называются интерполовские автомобили. Или якобы похищенные. Это вы имеете в виду страховое мошенничество. Я имею в виду страховое мошенничество, которое, кстати, в Европе процветает, наверное, не так обычно, как у нас, но, наверное, тоже имеет место быть. Нет, у нас до недавнего времени вообще такого не было. Появилась когда страховка в большей массе, тогда уже появилось страховое мошенничество. Изначально до нас доходили эти истории из Европы. Ну, мы научились. Как человек, который собирается продать машину. Там разные рисовали мотивы побуждающего человека. Он продает машину, понимает, что это проблема. Лучше он получит больше денег. Сейчас продаст ее за 15 копеек каких-то условных каким-то людям. После чего они привезут ему документы обратно, и он уже после этого выставит ее в розыск, чтобы ее искать. Ну, другими словами, получается, та же вот цепочка. Человек покупает машину в автосалоне или нет таких автомобилей в автосалоне, не продаются. Почему же? Нарваться на такую машину можно практически где угодно. Покупает эту машину, ставит ее на учет, все номера соответствуют, никто ничего не перебивал. Ездит на ней, и через некоторое время он узнает, что ездить на ней больше нельзя. Вот как сейчас что-то делается с этим? В свое время был издан в порядке эксперимент ГУВД Москвы приказ 470, в соответствии с которым поступали, как мне представляется, довольно мудро, поскольку тогда на Безрыбье и этот приказ ГУВД был вполне приемлемым для нас. Ставили штампик Росконтерпола без права отчуждения. Если в течение года собственник этой машины не обнаруживался, или обнаруживался, но от нее отказывался, в таком случае машина оставалась тому, кто ее на законном основании приобрел. Потом признали этот закон противоречащим федеральным законом, приказ ГУВД противоречащим федеральным, и его отменили. А теперь есть у нас приказ 221 МВД 2000 года, который в принципе гласит о том же самом, только срок сократился до полугода. Теперь, если вдруг пришла информация о том, что эта машина числится в розыске по линии НСБ Интерпол, и, естественно, машина задерживается, задерживаются, но, как правило, даже не сама машина задерживается, задерживаются документы, паспорт транспортного средства, конечно, и свидетельство о регистрации. Задерживается, и в НСБ Интерпол, Национальное центральное бюро, сообщается о том, что машина обнаружена. И с момента направления соответствующей информации в Европу, инициатору Роско, ну почему в Европу, может быть, и не в Европу, а может быть, в Азию, инициатору Роско о том, что машина обнаружена, вот если в течение полугода они не отозвались, или отозвались, но чаще всего бывает как-то неопределенно не отзываются. С одной стороны, и нужна машина. Вроде как машина-то уже и не нужна, и не очень ты и поймешь. Так вот, через полгода эта машина остается, возвращаются документы, и, соответственно, машина остается ее нынешнему владельцу. Но полгода человек на ней не может... Ну, документы остались в ГАИ или в НСБ Интерпола. По идее, она стоит где-то у него в гараже, на стоянке. Конечно, конечно. То есть, человек бывает как минимум полгода терпит, ну, максимум бывает еще больше с счетом пересылки документов. Вот такой механизм есть. Я считаю, что он на Украине, по-моему, тоже полгода, если такая информация у меня верная, тоже, по-моему, полгода или год, и если год, никто не отозвался. Все государства пытаются заботиться об интересах своих собственников. Вот у Иванова украли машину, она теперь у Петрова. Петрову мы запретим, потому что, возможно, пользоваться, потому что Иванов, возможно, скоро за своей машиной придет. И какое-то у нас наплевательское отношение, хотя есть международные у нас законы, договора и конвенции. И что если это не Иванова украли, а какого-нибудь там немецкого господина, значит, ничего страшного, бог бы с ним. Вот если сейчас в течение полугода немец не отозвался, француз или американец, значит, это остается теперь у нас. Вот такой странный, такая забота о нашем собственнике. Машину могут запрещать, не ставить на ученых годами, пока собственник не объявится. А вот что касается европейских собственников, вот полгода и все. Она наша. Вот что называется, что упало, то пропало все. А если еще и к нам особенно, то уж для них пропало, скорее всего навсегда. Ну, с одной стороны, да, полгода вроде бы как небольшой срок, но с другой стороны, мы смотрим на человека, который купил эту машину и ни сном, ни духом не знал о ее таком прошлом. Полгода у него машины нет. Ну, не все согласятся с тем, что это... Физически есть, формально нет. Ну, физически есть, формально нет. Физически этой машины все равно нет. По идее, то, что вы говорили раньше, ставился штампик отчуждения невозможно. Это было там, ну, как-то более-менее гуманно с точки зрения того, кто сейчас на этой машине ездит. Да, он продолжал на ней ездить. Роскантерпола без права отчуждения. Такое было. Теперь нет. Теперь фактически как минимум полгода, пока не пройдет срок уведомления и получения информации, машина стоит на приколе. Если мы говорим по сути вопроса, да, мы хотим дать возможность тому владельцу, у которого машина похищена, получить ее обратно. Мы забираем документы у владельца, и он пишет, наверное, там расписку о том, что ему автомобиль выдан на сохранение. На сохранение расписка, да. Да, но он же не отвечает, в принципе, за этот автомобиль. Если ему звонят из вот этого вот там отдела и говорят, что, знаешь, приехал человек, приехал человек, который хочет забрать твою машину, отдавай ему. Я, честно говоря, с трудом себе представляю ситуацию, что, говорит, человек, да, конечно, давайте. Истории известны сотни, а может быть, даже тысячи случаев, когда машина дается на ответственное хранение, а человек не смог обеспечить ответственное хранение. Гараж взломали, в скобочках взломали, в кавычках, да? Ну, надо понимать, да, что взломали. Якобы взломали машину, якобы похитили. Что же взять человеку, который дал расписку об ответственном хранении? Ну, он не может спать возле гаража с пулеметом. Машину украли. Логично. Тем более, что силы противника могут превосходить. Превосходить значительно. Там еще при поддержке артиллерии, артиллерии, авиации, флота. И тем более, тогда мы бессильны. Некая такая абстракция получается. То есть, государство абстрагируется от того, что на самом деле произошло. Или люди, которые придумывают эти законы, конкретно абстрагируются от того, что на самом деле происходит. Потому что вот эти вот средства, они же ничего не обеспечивают совершенно. Это как вот способ, не знаю, соответствовать каким-то нормативам. Нет, это создание видимости. Работы поэтому... Создание видимости, борьбы с легализацией, борьбы с хищениями и прочей-прочей борьбы. Борьбы, как таково, я не вижу. Один знакомый оперативник мне сказал, знаешь, старик, у нас самый лучший способ, вот если кому-то очень надо найти похищенную, скажем, машину, это мы немножко уходим в сторону от темы интерполовских машин, мы идем к бандитам. Мы идем к бандитам. Если сам оперативник говорит о том, что мы идем к бандитам, значит, показывает, видимо, сегодня, ну, наверное, это является каким-то неким признаком деградации. Все-таки органов внутренних дел, вот часть розыска машин. Да, сама статистика уже говорит о деградации. Обратите внимание, из похищенных у нас обнаруживаются не больше 10-12% машин. 10-12%. 10-12% очень немного. Очень немного. В лучшие годы было до 30. Но всегда мне очень нравилась статистика. В Москве сегодня похищено 32, найдено 48. Изране похищено. Изране похищено. Я напоминаю нашим зрителям, что мы находимся в прямом эфире. И если у вас есть какие-то вопросы относительно печальной судьбы легальных, нелегальных автомобилей, мы ждем ваших звонков с обращениями на эту тему. Опять же, вот статистика, там, похищенные, найденные. Вот интересный вопрос в плане похищенного и угнанного автомобиля. Принципиальная разница. И многие даже, кстати говоря, на этом страдают. Давайте скажем уж, коль мы говорим о криминальном, накалываются. Дело в том, что хищение автомобиля это завладение с целью наживы. Купил, продал. А угон это покатался и отдал. Ну или не отдал, или просто бросил. То есть завладение без цели наживы, без цели получения прибыли. Мне интересно, мы создаем такие серьезные препятствия на пути легализации, на пути постановки на учет. Где только возможно. Обкладываем вот этого владельца потенциального. Но, тем не менее, есть вот такой закон хищения и угон. Это разные вещи. Спасибо, что хотя бы сейчас это есть. Ведь у нас сейчас законодатели пытаются, уже, кстати, пытаются не первый год, изъять из Уголовного кодекса такую статью, как угон. Все рассматривать как хищение. Сел в машину, хищение. Поехал на машине, хищение. Не вернул машину, как при угоне покатался и отдал. Хищение. И обратите внимание, с одной стороны, конечно, вроде бы хорошо. Моя собственность, кто дал право садиться в мою машину, кто дал право ехать на моей машине. Вроде бы правильно. Никакого угона. Все хищение. Но обратите, какая получается несостыковка. Доказать факт хищения практически невозможно. Никакой угонщик никогда не признается, что машина завладела для того, чтобы его продать, что там за углом его уже покупатели ждали. Значит, это надо доказать. Он скажет, минуточку, я просто угнал, я хотел своих девочек довезти до бани и машину потом поставить назад. То есть, хищение не докажешь, пока он сам не сознается, а статьи угона в кодексе не будет. Значит, должны будут пожать ему в суде ручку, наградить его звездой героя, поставить бюст на родине героя и отпустить с миром. Вот к чему мы сегодня идем. По идее, я когда думал о том, что у нас борьба идет с этими терминами хищения и угон, что мы склоняемся к тому, что любой автомобиль, угнанный, назовем так, его считать похищенным. Вот, может быть, это было бы правильнее. Владельцу, на самом деле, мне как владельцу было бы не очень важно, по каким причинам я лишился автомобиля. Хотел ли кто-то на нем нажиться или просто он уехал. О том, что этот автомобиль найден, потом будет... Ну, я просто не верю в то, что есть большая масса людей, которые угоняют машину без целью нажиться. Детишки угоняют маленькие машинки, старенькие, или мотоциклы, покататься. Есть автомобили, которые нельзя угнать без дорогостоящего оборудования для угона таких автомобилей. Они же тоже попадают в их угнанные. Человек потратил десятки тысяч долларов на то, чтобы купить оборудование, которое позволяет ему разблокировать все охранные системы вот этого автомобиля. И он его просто взял, покатался, отвез девочек в баню и вернулся. Я с трудом представляю себе такую возможность. При том, что у нас есть эти препоны, которые мешают людям ставить эти машины на учет, продавать их, доверять и прочее. При всем при этом у нас есть вот такая вот вещь, которая теоретически должна была как-то ужесточить систему наказания за угон. Ну давайте прервемся, посмотрим, что говорят у нас зрители на эту тему. Да, вы в эфире говорите. Алло, алло, Виталий, говорите. Да, да, алло. Да, Виталий, слушаем вас. Алло, алло. Алло, Виталий, говорите, да, вы в эфире. Да, я говорю. Значит, вот вопрос. Думаю, кому как не вам. Значит, я хочу купить машину. Хочу машину, чтобы мне пригнали из Германии. Как вот мне обезопасить себя от, возможно, угнанного автомобиля, который вот привезут? Вот какие документы должны быть, что вот я должен знать? Это первый автомобиль, который вам из Германии везут? Или у вас был такой опыт уже? Да, 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 это первый. И что за автомобиль, если не секрет? Ну, я хочу Passat. Volkswagen Passat, да? Да, да. Хорошо, все, спасибо, попробуем разобраться. Самый угоняемый, кстати говоря. Ну, я думаю, что прежде всего нужно бы еще до того, как вы эту машину купите и до того, как заплатите, естественно, за нее деньги, неплохо было бы получить какие-то данные на эту машину. Наверное, все-таки идентификационный номер, ВИН, номер кузова, номер двигателя, год выпуска, марку. И достаточно обратиться в наш НСБ Интерпол. Я думаю, что для того, чтобы потом в дальнейшем не создавать им большие проблемы по розыску этой машины, по отправке информации в Европу о том, что машина похищенная у них найдена здесь, я думаю, что они с большим удовольствием и сами помогут вам выяснить, насколько эта машина имеет криминальное прошлое или такого прошлого не имеет. Я думаю, что НСБ Интерпола по письменному запросу граждан, а я думаю, что все-таки мы налоги платим своевременно и в полном объеме, значит, государство работает на нас, а не против, а я думаю, что такой вопрос вам ответит НСБ Интерпола. Но вы же говорили чуть раньше, что у нас вот этот срок, за который автомобили попадают в базу, и в который он становится разыскиваемым, по таким машинам очень большой. Это попадает к нам информация, а ведь мы вправе забросить такую информацию, собственно говоря, у той страны, на территории, которая она продается. Посмотреть ее прошлое именно там. Дело в том, что на самом деле взаимодействие наших органов, особенно по линии Интерпола, довольно тесное. Это гораздо теснее, чем взаимоотношения ОВД переделки с ОВД города Бремена. Поэтому я думаю, что надо этим пользоваться. И наше с вами право, а я думаю, что если вы человек совсем законопослушный и не хотите себе проблем, то, наверное, даже и обязаны все-таки обратиться в Интерпол. В Интерпол с вопросом о том, что вы можете сказать про эту машину. Да, есть ли она где-нибудь в базе данных, и может быть, по вашей просьбе, по вашему письменному заявлению, может быть, даже направят запрос туда, в страну, которая продает эту машину, на территории, в которой продается машина, чтобы вы получили оттуда официальный ответ, что машина... И поймите, даже потом, если вдруг окажется все-таки машина в розыске той стороной, не будет у них нахальства и хамства, все-таки совесть замучает. Если они дали сначала первичную информацию, что машина не похищена, машина чистая, а потом все-таки через пару лет вдогонку отправлять информацию о том, что машина все-таки недосмотрели. Вы думаете, можно рассчитывать такое понятие, как совесть в вопросе вот этого? Если касается взаимоотношения по линии Интерпол, я думаю, что все-таки рассчитывать можно. Можно ли получить вопрос? Представьте себе, смоделировать ситуацию, человек отправляет запрос официальный туда, в УВД города Бремена, скажем так, по линии Интерпола. Не человек, Интерпол сам это делает. А у инициатора этого запроса, у человека, который хочет купить машину, какие документы об этом запросе? Есть информация. А, об этом запросе можно получить, я так думаю, что если вы подаете в письменном виде заявление, прошу предоставить мне информацию в связи с намерением приобрести и везти на территорию России автомобиль, то, естественно, коль вы подаете в письменном виде заявление, в письменном виде, наверное, следует рассчитывать и на ответ. И странно было предполагать, иначе есть, что вы спрашиваете в письменном, вам отвечают в устно. С другой стороны, у нас есть продажи автомобилей с пробегом из Германии не только через заказ из Европы, у нас есть и салоны, которые торгуют такими автомобилями, там, новыми, не очень новыми. Я предлагаю посмотреть сюжет как раз на эту тему и перейти к тому, как в этих салонах автомобили себя чувствуют. Смотрим сюжет. Вот появилось достаточно большое количество сейчас предприятий, торгующих автомобилями, как-то автомобилями новыми, так и автомобилями с пробегом. Там есть автомобильные салоны, которые специализируются на том, что эти автомобили привозят из Германии, из Европы, из Америки и продают здесь. Насколько безопасно покупать там эти машины? Вот эти салоны, сами они заботятся тем, чтобы проверить этот автомобиль по Интерполу? Салоны нет, но салоны даже не предполагают, что они несут ответственность за тот товар, который они продают по закону о защите прав потребителей. Но на самом деле несут. Несут, конечно. Другое дело, что никогда они не проверяют, поскольку у них нет на это невозможностей таких прямых и не хлопотных, и нет желания, что самое главное. Но если у нас вдруг выясняется, что машину приобрели мы с явно криминальным прошлым, то на основании закона о защите прав потребителей мы вправе расторгнуть такой договор с торгующей организацией, поскольку машина не соответствует заявленным свойствам и качествам и дальше не подлежит употреблению. Беда здесь только в том, что это не все знают и не все помнят о том, что при покупке машины не нужно указывать в справке счета о том, что вы купили машину за 10 рублей. Идея, сейчас даже и цена этой справки счета от этого не меняется, какую бы цену ни указали. Традиция старенькая существует. Давайте напишем поменьше. Комиссионное переоформление говорит, мы же с этой сделки платим процент государству налог, поэтому давайте мы напишем, что машина стоила ваше 10 рублей, и вам заодно с налогой будет потом проще разобраться, откуда у вас взялся миллион долларов на Кадиллак. Вы купили его за 10 рублей. Потом расторгают договор купли-продажи, мы вдруг начинаем понимать, что возьмите свои 10 рублей назад и не более того. Ну и возвращаясь к тому, что человек сделал так, как вы советуете, он отправил запрос. Во-первых, где-то в Москве есть какая-то организация, которая представляет интересы Интерпола, и она открыта для общения с гражданами, просто с улицы. Я думаю, что попасть туда можно. Открыта ли она прямо с улицы, что можно открыть ногой дверь, прийти туда и всем не давать работать, но попасть туда, в любом случае, я полагаю, что возможно. Можно сделать этот запрос оттуда. Эта организация в итоге через какое-то время, во-первых, это время какое-то. Разумеется, время. Ну, друзья мои, проще, наверное, потерять энное время на то, чтобы получить какую-то информацию. Кстати, можно отправить заявление в письменном виде. Ну, просто порядок времени. Сколько времени пройдет на то, что эту машину будут проверять? Все зависит от поворотности этого механизма. Он тоже бюрократический механизм. Ну, примерно это месяц. Я думаю, что, может быть, получится и месяц, и полтора. Но в любом случае, есть смысл, наверное, может быть, даже не по одной машине отправить запрос, а присмотреть себе 3-5 машин и по всем машинам попросить провести проверку. Но в любом случае, это выгоднее даже потерять месяц-полтора, чем потом на всю жизнь остаться без машины. Ну, практика, к сожалению, говорит о том, что за этот месяц-полтора пока будет идти вот эта проверка, эта машина просто будет продана кому-то другому. Поэтому я говорю, нужно 5 машин присматривать, 10. 9 будет продано, 10 останется. А сам Интерпол не захочет получить за такого человека, который запрашивает половину рынка города, там уже временно. Это надо спросить у Интерпола. Я не могу сказать, что вы заморочите голову, тратите наше время. Лучше поморочить голову и потратить время до того, чем морочить голову и тратить после того. Мне кажется, все-таки такой сомнительный немножко вариант. Ведь если машина какая-то интересная, а мы же говорим о том, что там машины есть более-менее интересные, какие-то привлекательные, какие-то не очень. Вот пока пройдет этот месяц или полтора, из этих пяти, допустим, машин или десяти, останутся как раз те, которые с точки зрения денег и качества соответствия меньше всего подходят. То есть надо заведомо понимать, что мы покупаем только те машины, которые никто за месяц не купит. Меньше всего подходят. Это лучше, чем которые не подходят совсем. Но другими словами, получается, это безысходная ситуация. Либо мы покупаем машины, которые никто не купил за месяц или больше, что само по себе странно. А что их не купили? Ведь помимо Интерпола у машины с пробегом... Не факт. Если машину никто не купил за месяц, это не факт еще, что эта машина никому не нужна. Это не показатель. А потому что рынок настолько обширен, так завален всеми машинами, особенно вторичный рынок, было бы столько покупателей, сколько предложения. Это не показатель того, что если машину никто не купил за месяц, она никому не нужна. У нас, во всяком случае, есть в России такая практика, когда объявление о вторичной продаже. Сколько вы ее продаете? Ага, достаточно давно. Все такая плохая, никому не нужно, никто не звонил. Во всяком случае, есть такое представление об этом? Это только представление. Но, в конце концов, возможно, цена высока. Возможно, будем торговаться. Через месяц она будет стоить дешевле. Возможно, кто-то тоже умный ходит, проверяет историю этой машины. Почему вы думаете, что сразу кто машину, понравившуюся ему видел, бросается на нее, как собака на кости? Ну, может, не бросается, но... Люди-то уже поумнели. Научено и на историях. А я говорил уже о том, что по одной России только 500 тысяч интерпольных машин, а по одной Москве порядка 100 тысяч. Это данные 2000 года. Не в год хотя бы появляется такое количество машин. Нет, слава богу, что хотя бы не в год. То есть, потребитель-то поумнел. Потребитель, прежде чем покупать, он же пытается выяснить, что же он покупает. Поэтому я не исключаю, что тот, кто подошел к делу серьезно, он будет покупать одну машину, одну машину месяц, а может быть, даже и полтора. И нормальный продавец это поймет. Абсолютно поймет. Это некие нормы цивилизованного рынка. Я просто не то, что боюсь или не боюсь. Я все-таки допускаю, что у нас есть люди, которые покупают машину в более ограниченных по времени сроках. То есть, это несколько дней, неделя. Да, они торопятся. Особенно с низким уровнем опыта на эту тему. Или без опыта. Есть интересная машина. Я чувствую, спинным мозгом чувствую, что ее у меня уведут, если я не куплю ее сегодня. Завтра, послезавтра. Вот какое-то ограниченное время. И к тому же, многие попадают в заложники, те, кто хочет пригнать себе этот автомобиль. Человек, который оказывает этому услугу, или некая организация, которая оказывает ему эту услугу, он говорит, что да, я хочу проверить. Он говорит, ну проверяй, сколько на следующий день он перезвонит. Ну, ты проверил. Как мне только ответ через месяц придет. Ну, ты что? Ты смеешься. Эта машина, это лучшее просто предложение этого года. Она и по деньгам, и по качеству она соответствует. В таком случае, Виталию надо быть готовым к тому, что он, покупая машину, может оказаться жертвой мошенников. Как минимум, информация будет о его машине запрашиваться месяца два-три. Полгода информация потом, так сказать, обратным ходом из Европы будет идти сюда о том, что машина, спасибо, что найдена, но никому задаром не нужна. И если он не хочет потерять месяц сейчас на покупку этой машины при проверке, то он потеряет месяц в шесть, в восемь. Если он к этому готов, да ради бога. Может быть, действительно в этом есть смысл рискнуть. Потому что за месяц, может быть, машина действительно уйдет. А она вот ему нужна, она и только она, и никакая другая. Но тогда нужно быть просто готовым к тому, что полгода придется. Придется потерять какое-то время. Придется посмотреть, как машина будет стоять под окном во дворе, ездить на ней он не сможет. Может быть, это риск и оправдан. Я не знаю, это каждый решает сам для себя. Безысходная какая-то ситуация получается. Это все равно лучшая ситуация, чем если мы покупаем машину, похищенную в России. Это отдельная история. Мы покупаем машину, похищенную в России. Я напоминаю, что сегодня у нас в прямом эфире Виктор Травин, человек, который стоит на защите наших юридических интересов, наших как автолюбителей. Поэтому если у вас есть какие-то ситуации с проблемными автомобилями, или если какие-то есть сомнения, звоните. Мы обсудим это в прямом эфире. Машина, похищенная у нас. Это ситуация, наверное, самая паническая. Потому что машина, похищенная там, она приезжает сюда хотя бы без изменения своих идентификационных данных. Нередко и с такими тоже. Ну, нередко и с такими тоже. Но как она тогда выясняется, что она в Интерполе? Точно так же. Данные изменены? Или она уже по этим данным попала в Интерпол? Кто-то ее поставил по измененным данным на учет? Ну, естественно, по этим уже данным. По этим данным. Ну, это двойное счастье. Это двойное счастье, да. Но, тем не менее, есть машины, которые похищены у нас. И люди покупают такие машины. Какие-то покупают. Это как криминальный бизнес. И какие-то покупают просто там же на Люберинском рынке. По объявлению в газетах или в Интернете. Приезжают, смотрят, покупают. Ставят на учет. Не ставят на учет. И дальше вот испытывают всю вот эту вот проблему. Какие у вас есть соображения по поводу, как подстраховаться от таких машин? Вообще, есть ли это соображение? Надо понимать, что ни один рецепт не дает стопроцентной гарантии. Естественно. Ни один рецепт. Тем более, ни один эксперт на рынке, как мы уже говорили, возможно, и прикормленный, не скажет, что машина чистая. Может быть, даже не скажет вам сразу никто о том, что машина чистится в розыске. Потому что, представьте себе такую ситуацию, кто-то уехал на Северный полюс кормить медведей, машину увели, перебили номера, машину продали. Она еще не может быть физически в розыске, потому что собственнику еще неизвестно, что он ее лишился, этой машины. Случай редкий, тем не менее, имеет место быть. Особенно, когда люди уезжают надолго за границу. Тем не менее, как мне представляет сегодня самый эффективный способ, это даже не экспертиза. Как вы знаете, очень много висит объявлений. Приезжайте к нам, у нас эксперты. В стране мы сейчас с фонариком посмотрим, или при свете зажигалки поглядим. И мы точно скажем, перебивались в маркировочное обозначение. А мы должны, естественно, понимать, что первым шагом после хищения, что делается, это, естественно, изменяется маркировочное обозначение. Поэтому, конечно же, я просто напоминаю о том, что это главный признак похищенной все-таки машины. Так вот, что мне представляется очень важным в этой ситуации сделать? Не столько рассчитывать на эксперта, или даже на исследователя. Но это тот же эксперт, только проводящий исследования. Поскольку я всегда привожу в пример эту историю, замечательную историю, в то же время печальную историю с машиной Виктора Мережко. Когда выяснилось, что по внешним признакам совершенно однозначно понятно было, что это его машина. То есть были характерные приметы, по которым нельзя было ее... Ну, а что это за автомобиль был? Это был Volkswagen Golf. На потолке был след от прожженной сигареты. А сколько лет он был у Виктора Мережко? Ему было, по-моему, года полтора или два. Вот года полтора он провел ее в руках? Да. Ну, за полтора года можно говорить, что машина приобрела какие-то уже уникальные такие вот черты. Были отличительные черты, присущие только этой машине и никакой другой. Никому не пришло бы в голову приварить поддон Картера от девятой модели Жигулей к Volkswagen Golf. Или прожечь сигареты в каком-то определенном месте. Потолок, не сидение, а потолок. То есть были приметы, по которым Мережко сразу сказал, что это же моя машина. Это же моя машина, да. А исследование, простите, даже не исследование, а экспертиза, поскольку уже было возбуждено уголовное дело, экспертиза, проведенная в ЭКЦ УВД в Северном округе Москвы, сказала, что ничего не менялось. Замечательно. Все номера, какие были первоначально, маркировочные, такие же они и остались. Эксперты, не исследователи, эксперты подтвердили, что машина не подвергалась. Естественно, нынешний владелец этой машины возрадовался, возликовал, как же так отдайте машину. Машинка-то чистенькая, значит, моя. Ну, понятно, что машина уплывала из-под, что называется, носа Виктора Ивановича. И тогда оперативники приняли такое решение под покровом ночи. Уехали в ЭКЦ МВД на Темирязевскую в Москве. Отдали машину в хорошие руки, там ее разобрали до винтика. И только тогда выяснилось, что на самом деле маркировочные обозначения подвергались изменению. Но это было сделано настолько высоко профессионально, что сразу заметить этого не смогли эксперты в округе, в Северном округе. Что дало основание оперативникам все-таки, вопреки уже нарушению всех процессуальных норм, погнать машину в ЭКЦ МВД. А информация от дилера о том, что машина с таким соотношением маркировочных обозначений, с конвейера завода, концерна Volkswagen, никогда не выходила. Не выходила. Вот хороший был повод поехать еще на одну экспертизу. То есть, я к чему говорю? К тому, что ни один эксперт не даст гарантии, что он, особенно если еще и купленный, не даст гарантии, что эта машина на самом деле чистая. Поэтому, если вы собираетесь машину покупать у нас здесь, наверное, есть смысл сделать копию ПТС. И с этим ПТСом подъехать к дилеру. Говорят, что это можно сделать или через интернет. Ну, например, в моей практике чаще всего это случалось именно у дилера. Мы приезжаем к дилеру и говорим, друзья или господа, мы хотим приобрести какую-то машину. Дальше мы будем у вас обслуживать ее. Ну, естественно, у людей есть интерес к тому, что приезжать будете им, будете платить деньги за обслуживание. Конечно, они вам все сделают. Скажите, пожалуйста, выпускалась ли такая машина? А мы должны помнить, что соотношение маркировочных обозначений в каждом автомобиле, выпущенном во всем мире, обеспечивает ему уникальность на ближайшие 30 лет. То есть, в ближайшие 30 лет таких машин с таким обозначением больше не будет. Поэтому речь может идти, если может идти, о двойниках, то только выпущенных с автоваза. Ну, не как в Европе, тем более в заводах концерна «Фольксваген». Поэтому приходим к дилеру и говорим, скажите, пожалуйста, была ли такая машинка? Чаще всего, даже не запрашивая завод-производителя, они сами по своей базе говорят, нет. Такой машины не были. С таким маркировочным. Или же была такая машина, но это не седан, или это не хэтчбэк. Мы знаем, что там каждая цифра в маркировочном обозначении. Что-то обозначает. Что-то обозначает, вплоть до давления воздуха в шинах, например. Ну, бывает так, бывает там и ремни безопасности, расположение каких-то других вещей, там куча. У каждого производителя свои нюансы, что он ей обозначает. И дилер говорит, да, такая машина, может быть, с таким-то обозначением выходила, но это явно не седан. И явно не четырехколесный, а трехколесный. Другого, к сожалению, выхода в этой ситуации просто пока более эффективного в нашей практике. Но тем не менее, хорошо, мы все-таки допускаем, что есть люди, которые купили такую машину, ездят на ней. Или еще, наверное, хуже, не знаю, хуже, не хуже, когда у человека угоняют машину, какое-то время она ездит по просторам нашей страны. Иногда так бывает, что она никуда не выезжает из города, в котором она похищена. Ну, если это там про большие города говорить, типа Москвы. Вот она ездит какое-то время в Москве, потом каким-то образом ее находят, возвращают владельцу. На каждом этапе, который теперь предстоит пройти этому владельцу, у которого похитили автомобиль, это затраты какие-то. Люди, которые ему возвращают машину, уберят. Но ты же понимаешь, что мы все два года носили за твоей машиной, все имя это время не ели, мы там не отдыхали. Вот сейчас хотелось бы, чтобы ты сказал спасибо как-нибудь вот так вот за это все. Он говорит им спасибо. После этого он обращается дальше по цепочке. И получается, что эту машину, человек понимает, что мы ее вернули, а по сути на ней ездить может и не получиться. Может и не получиться. Потому что эти номера, которые там, их никто не признает существующим. Есть 59-й приказ МВД, в соответствии с которым такая машина при возвращении собственнику, законному собственнику, то есть пострадавшему, потерпевшему, выдается на нее новые документы и делается вклеечка фотографий. Вклеечка известная такая. Вклеечка фотографий с вот этими самыми уже измененными маркировочными обозначениями. Вклейка делается и в паспорт транспортного средства, и в средство регистрации. С такими документами он продолжает быть собственником этой машины, но на нее наложено ограничение. Он не вправе ее отчуждать. Для чего это делается? Машина это предмет совершения преступления. Она была похищена. Значит, она в материалах уголовного дела. Как вещественное доказательство. Пока не пройдут все суды, пока не будет найден преступник, пока не будет осужден, или осужден, как говорим мы, как говорят суды, осужден, до тех пор машина вещдок, она никуда деться не должна. Но это тоже не выход из положения. Машина продает по доверенности. Хотя это правовой нонсенс. Мы же понимаем, что человека так и не найдут никогда, скорее всего, который угнал именно этот автомобиль. Понимаем. У господина Мережко машина стоит, найденная, к сожалению, уже, наверное, года три. Он не может никуда ее деть. Но, еще раз говорю, чаще всего такие машины продают по доверенности. Хотя это нонсенс правовой. Машины по доверенности не продают. И только передают во временное пользование. На срок не более трех лет предусмотрено ЕГК. Но, как правило, машины продают именно по доверенности. А потом приходят следователи и говорят, что дело до суда дошло. Нашли преступника, который угнал машину. Значит, машинку будьте любезны. Говорят, не знаю. По доверенности. Отдал куда она дальше. Ограничение уполномочить кого-то по доверенности рулить машиной не могут быть наложены. А вот ограничения по отчуждению накладываются, естественно. И все равно получается, что человек кому-то отдал, не помнит кому. Другими словами, у нас получается, что человеку, который угнали машину, он страдает дважды. Один раз он пострадал, когда угнали. И он продолжает страдать, когда нашли. И причем это может быть даже самая большая беда, когда ее нашли. Когда ее нашли. У меня был опыт, да. У меня так и не получилось. Не то, что я столкнулся с какими-то непреодолимыми препятствиями. Просто я по себе понял, что у меня нет желания и времени тянуть всю эту канитель. Так ни у кого нет времени. Ни у кого нет времени. На самом деле, тема, которую мы сегодня затронули, она такая достаточно обширная и, наверное, правильная. И с практической точки зрения ее будет дробить на какие-то маленькие такие подтемы. Потому что в каждой из них получается, как из куста какого-то. По 50 направлениям поведения человека, как ему поступать, как ему не поступать. Я думаю, что мы еще пообщаемся на эту тему в прямом эфире с какими-то уже конкретными ситуациями, с какими-то советами. И напоминаю вам, что сегодня с нами в эфире был Виктор Травин, известный правозащитник, который защищает наши интересы. Спасибо, что были с нами. Спасибо. До свидания. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»